После падения цен на нефть вчера мы увидели попытку нефтетрейдеров отыграть потери. Британский нефтяной талон вырос более чем на 3% за последние две сессии, поскольку министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что правительство Соединенных Штатов будет готово принять дальнейшие меры для защиты депозитов, в то время как ФРС, как ожидается, продемонстрирует более умеренное повышение ставки лишь на 25 базисных пунктов в свете ослабления инфляционного давления и недавних банковских потрясений. Но хотя нефть немного подросла, назвать это полноценным отскоком пока все же довольно трудно. Черное золото торгуется в районе 75 долларов за баррель, тогда как падать она начала практически с 87 долларов за баррель. С технической точки зрения нисходящий тренд все еще преобладает среди нефтетрейдеров, где текущая коррекция вверх является временной составляющей среднесрочного тренда. Для продолжения нисходящего цикла необходимо, чтобы котировка вернулась ниже отметки 71 доллар, и это может привести к пробою уровня 70 долларов и даже продолжению среднесрочной тенденции движения вниз. А что касается технического сигнала о продолжении коррекционного хода вверх, то он может появиться при удержании котировки выше значения 76 долларов за баррель. Сегодня многое будет зависеть от итогов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке и последующей пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что Пауэлл в принципе объявит о постепенном смягчении монетарной политики, что конечно же приведет к заметному ослаблению доллара, в результате которого нефть может несколько усилить свои позиции. Однако поводом для изменения политики американского регулятора является крайне тяжелая ситуация в экономике, которая явно ухудшается. А это все же значит, что спрос в том числе и на энергоносители может заметно сократиться. Иными словами, рост нефти будет носить краткосрочный характер, после чего она, скорее всего, продолжит дешеветь. Но как уже отмечалось, все будет зависеть от заявления Джерома Пауэлла. Весь вчерашний день золото теряло свои позиции, но по-прежнему все-таки оно еще дороже в 1900 долларов за тройскую унцию. В принципе, динамика золота явно намекает на настроение большинства участников рынка. Инвесторы ожидают, что ФРС намекнет о развороте своей монетарной политики под давлением ухудшающейся экономической ситуации. И следовательно, необходимо перекладываться в более надежные инструменты, то есть защитные, а если доллар под давлением и по нему растут риски, то роль главного защитного инструмента переходит к золоту. Так что итоги сегодняшнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке запустят процесс роста золота выше 2000 долларов за унцию, а вчерашнее снижение является всего лишь классическим движением в противоположную сторону от ожиданий в преддверии знакового события. Российская валюта явно стабилизировалась в диапазоне от 76 до 77 рублей за доллар, но существует вероятность того, что долго продержаться в этих границах ему не получится. Резкий разворот монетарной политики ФРС, которая, скорее всего, сегодня и произойдет, затронет весь мир, и рубль не сможет остаться в стороне. Скорее всего, первоначальной реакцией станет укрепление российской валюты с последующей попыткой стабилизации в диапазоне от 75 до 76 рублей. Но произойдет это уже завтра, так как пресс-конференция Джерома Пауэлла начнется уже после закрытия торгов. А на этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова